Руслан Сафаров, один из самых опытнейших игроков нашей национальной команды. Руслан, для тебя это уже далеко не первый сбор национальной сборной. Какие-то особенности в этом году? Особенности в том, что начали тренировать футбол 7 на 7. На сборах мы, по-моему, не практиковали это. Ну а в целом, все по-старому. Игроки добавляются молодые, все моложе и моложе, все быстрее и быстрее. Футбол не стоит на месте и сборная движется вперед. Ну он буквально с языка снял на этот вопрос. Как меняется состав? Прежде всего омолаживается? Ну да, омолаживается. Ребята хорошие из Питера. Приехали из Москвы, добавились. Очень хорошие ребята, быстрые. Если сейчас они войдут в ритм футбола 6 на 6 и 7 на 7, ну очень тяжело будет с нами играть в сборной, другим сборным. Для наших зрителей, опять же, может быть, какие-то тонкости формата 7 на 7, вот на что, прежде всего, стоит обратить внимание? Да, в принципе-то мы 7 на 7 выиграли чемпионат мира в Гатемале. На что обратить? Ну, булиты, вот единственное, что 5 секунд ребятам. Остальное, в принципе, ну ауты, угловые ауты руками. Привыкнуть надо быстро, к стандартам надо. Самое главное стандартам. Если проморгать стандарт, быстро сбивать голы будут опытные команды, такие как Бразилия, Мексика и так далее. Если хотим выиграть, надо быстро вникать в этот футбол. И немножко расскажи про нагрузки на сборе. Я вижу, что некоторые ребята уже такие подуставшие. Нагрузки хорошие, но, видимо, это сборы. Тренерам виднее. Все-таки лучшие поедут на чемпионаты мира. Сейчас впереди и Рим, 7 на 7, и Греция. Моя родная Греция, что было в 2013 году. И вот в этом году хочется выпасть куда-то. Ну, посмотрим, надо доказывать. Здесь сейчас много, конкуренция хорошая. Так что надо доказывать всем. Ну и поделись, пожалуйста, секретом футбольного долголетия. Надо любить футбол. Прежде всего, любить футбол. И, боженька, если дает здоровье, я буду играть до тех пор, пока есть силы и пока что-то можешь. Если ничего не будет получаться, уже тогда надо задуматься. А так все нормально. Слава Богу, все как бы. Картину не порчу, я думаю. Ну, нормально. Спасибо огромное.